Приветствую вас дорогие друзья, меня зовут Криптофронтмен и сегодня мы поговорим про ситуацию, которая происходит на биткоине. Обратите ваше внимание, вы абсолютно явственно можете обнаружить, что у нас были образованы голова и плечи, конкретней уже сформировавшаяся. Если мы посмотрим на историю, то увидим, не так давно была тоже сформирована голова и плечи. Обратите ваше внимание, мы нашли зону поддержки здесь и конечно же здесь. После чего мы не реализовали потенциал и направились вверх, вот здесь. Соответственно, то что мы сформировали сейчас голова и плечи на дневном графике, не говорит нам о том, что мы направимся с вами вниз. Скорее всего, если исходить из истории, мы можем направиться вверх. То есть вероятность того, что мы пойдем вверх гораздо выше, чем вероятность того, что пойдем вниз. Однако, мы не будем исключать тот или иной сценарий, однако идем дальше. И если другие сценарии будут подтверждать движение вверх, значит мы будем говорить о том, что скорее всего график пойдет вверх. Думаем, идем дальше. Также обратите ваше внимание, что в конкретней сейчас мы находимся на достаточно мощнейшей зоне поддержки. Если здесь у нас была зона сопротивления, как видите, то здесь уже находится зона поддержки, дорогие друзья. Поэтому очень важно удержать нам эту линию. Если мы каким-то образом пройдем вниз, достаточно традиционно протестируем линию шеи и пойдем вниз, это скорее всего будет уровень 12 тысяч. Но, дорогие друзья, пока у нас есть данная трендовая линия поддержки, мы будем держаться. Более того, я вам скажу, данная линия это трендовая поддержка недельного таймфрейма. Недельного, друзья, подчеркиваю, недельного. Поэтому она должна являться просто мега-мега стронг зоной поддержки. Однако, ничто не вечно и все может быть. Но мы переходим сейчас дальше и видим, что в формировании правого плеча мы обнаруживаем с вами нисходящий клин, который выписал траекторию и с этой точки низа канала должен по логике традиционно направиться вверх. И скорее всего, скорее всего найти зону сопротивления, пробить, протестировать и направиться вверх. Поэтому, если мы с вами посмотрим сюда, то именно традиционно мы должны пробивать вверх, ретест и направляться вверх. Это еще и подтверждается следующей фигурой, о которой мы поговорим чуть-чуть позже. Но бывают ситуации, когда все-таки он пробивается вниз. И, соответственно, здесь будет расторговка и, возможно, возврат. Но до этого пока еще дойдем. Сейчас мы находимся снизу канала. Видим с вами достаточно высокую тень свечи, которая говорит о том, что покупатели готовы держать данную зону сопротивления, о которой мы уже говорили, вот здесь. Теперь давайте посмотрим на нашу с вами нисходящую, расширяющуюся прямоугольную диаграмму. Мы видим, что данная трендовая линия очень уверенно и бодро держит свечи и, соответственно, цену биткоина, не давая ей опуститься ниже. Однако попытка уже сегодня была откуп. Если данный сценарий справедлив, то мы должны с вами, скорее всего, направиться вверх, отскочить снова вниз и направиться на тест данной линии сопротивления. Либо, если мы не будем выписывать четкую схему, то просто сразу направимся на ретест данного уровня. Соответственно, у нас с вами сейчас, возможно, два сценария. Это у нас первый и, соответственно, второй. В любом случае, фокус направлен на данную трендовую линию локальную. Соответственно, будет ли пробой или нет? Скажу вам. Если вы посмотрите на нисходящую прямоугольную расширяющуюся диаграмму, вы увидите, что в месте пробоя, когда мы пробиваем зону сопротивления, у нас объем расширяется именно в самой точке пробоя. Если вы взглянете сюда, на историю, то вы увидите, что мы пробивали данную нисходящую прямоугольную расширяющуюся диаграмму здесь и конкретно здесь. Смотрим вниз, соответственно, по диаграмме ТСВ объемной, мы видим, что у нас объемы нарастали и, соответственно, на пике мы пробивались и пошли вверх. Что касается данной диаграммы, все точно так же. Объемы у нас расширяются, как видите. Если взглянуть сюда, вы увидите, что точно так же здесь, в месте пробоя, ТСВ нарастал. Соответственно, здесь объем расширялся точно так же. Что касается данной конкретной текущей ситуации, то мы с вами видим визуально, что, возможно, или, скорее всего, мы выписываем с вами как раз-таки то, чего мы с вами и хотим. ТСВ должен нарастать. Соответственно, объем, если будет расширяться, то, соответственно, и будет пробоем. И мы реализуем тот сценарий, о котором мы уже говорили. Соответственно, смотрим и следим. Но давайте взглянем далее. А сейчас, дорогие друзья, я хотел бы предложить вам такую прогрессивную, быстро развивающуюся биржу, как BuyBit. Если вы зарегистрируетесь от меня по данной ссылке, вы получите бонусы и возможность участвовать от меня в различных финансовых акциях. Спасибо огромное. Сделайте это. Спасибо. Сейчас хотел бы обратить ваше внимание на паттерн со шпилькой, о котором мы уже с вами упоминали. Итак, если он реализуется. Я вам показывал примеры, что данный паттерн уже был не так давно, уже трижды. Сейчас четвертый раз образуется. Причем свечи и цена уходили ниже линии шпильки. Пожалуйста. Это видно везде абсолютно на всей истории. Соответственно, что я хочу сказать, что традиционно отскок должен быть, то есть мы должны сформировать дугу по зоне 0.618, то есть в этом пределе. И вернуться вновь к основанию, после чего должны устремиться вверх, как это было здесь, здесь и, соответственно, здесь. Итак, внимание. Но. Есть одно маленькое но. Но мы знаем, что если цена падает, после чего отскакивает вверх и доходит до 0.5 по линии Фибоначчи, то это будет называться отскоком дохлой кошки. Паттерн отскок дохлой кошки. И, соответственно, с этой точки, если мы доходим до 0.5, мы, скорее всего, отправляемся ниже самой зоны поддержки. Что будет означать достаточно серьезным аргументом к тому, чтобы переходить уже в глобальный медвежий тренд. Если все же мы с вами пробиваем 0.5 и доходим четко до 0.618, то, скорее всего, с высокой долей вероятности реализуется паттерн со шпилькой, где мы найдем зону поддержки у основания самой шпильки. После чего традиционно мы должны будем направиться вверх. Должны, но не обязаны. Мы помним, что всегда вход у нас по подтверждению свечи. Поэтому сейчас мы с вами ожидаем как раз-таки данный пируэт. Если он формируется, если он реализуется, у нас достаточно будет много аргументов для того, чтобы сказать, да, мы реализуем данный сценарий. Особенно, если взять все внимание, что ТСВ объемчик у нас начинает выворачиваться. Ну, во всяком случае, мы это видим, замечаем и уже начинаем думать, что возможно, скорее всего, с высокой долей степени вероятности. И теперь я хочу вам показать, дорогие друзья, что мы с вами на дневке, на дневном таймфрейме официально перешли в медвежий тренд. Но он все равно еще глобально бычий. Но сам факт того, что мы перешли, ничего ни о чем не говорит. Где была такая ситуация? Как раз-таки здесь. Если вы увидите, мы пересекали, после чего пошли вверх. Двадцатая скользящая пересекла. И, соответственно, пятидесятом вместе с двадцатой направились вверх. После чего мы с вами еще достаточно высоко забрались в гору. Также, если данная ситуация будет справедлива, с паттерном, со шпикой, соответственно, нам придется ждать момента, когда все точно так же повторится. И тогда мы с вами сможем абсолютно спокойно взять, скопировать данные бары, переставить сюда. И увидим с вами, что мы можем с вами повторить как раз-таки точно так же эту историю. Но в любом случае мы будем наблюдать, смотреть, что будет происходить. А пока всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Обязательно пишите ваше мнение и комментарии. Не забывайте вступать в мои социальные сети. Телеграм, ТикТок и, конечно же, Твиттер. Потому что я здесь для того, чтобы каждый из вас имел возможность и право зарабатывать, а не терять. Всем спасибо. Пока.